Время новостей на нашем канале. Я Егор Москвин. Здравствуйте. Принцип человекоцентричности. Общество становится счастливее, и оно будет стараться развивать место, в котором живет. Какими должны стать города будущего, обсуждали на московском урбанистическом форуме. Чайка нашего времени. То, что мы не цеплялись за реплики, не пытались проиллюстрировать каждую реплику Чехова, это правильно. Мировая премьера балета Юрия Посохова по мотивам пьесы Чехова в Большом театре. Красный сад на Красной площади. Ничего нет плохого, если этот город уже старый, со своей историей, со своими традициями, получит вот такой новый объект. Выставка современного общественного искусства открылась у стен ГУМа. Столичный парк «Зарядье» принимает участников московского урбанистического форума. В этом году его главная тема – «Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации». На открытие побывала Алия Шерифулина. Исцеляющая среда с террасами, гибкие здания, которые трансформируются в квартиру, школу, а вечером в пространство для зум-вечеринок. Специальные карты, на которых помечены широкие улицы, чтобы было удобно соблюдать социальную дистанцию. Пандемия неизбежно изменит контекст и функции городов. К этому нужно быть готовым. Об этом здесь говорят 450 делегатов – урбанисты, экономисты, психологи, художники. Образ будущего рисуют позитивный. Ведь, как показывает история, эпидемии развивали города. Без вспышки холера не было бы реконструкции центра Лондона. А после испанки архитекторы по всему миру задумались, каким должно быть жильё XX века. Эта адаптивность больших городов к тем сложным условиям говорит о том, что они преодолеют вызовы. Преодолеют вызовы и будут более устойчивыми и более динамично развивающимися. Сегодня на планете более двух миллионов городов. Подобно звёздам в галактике, они организуют пространство и силы гравитации, притягивают материи, ресурсы, таланты. Яркие кометы и погаши светила, бурные сверхновые и чёрные дыры. Каждый по-своему меняет мир. Обращаясь к астрономической терминологии, участники форума обсуждают проекты, которые влияют на развитие города и делают человека счастливым. Энрике Пиньелосу, бывшего мэра Богаты, здесь называют рок-звездой от урбанистики. За два года он сумел превратить одну из самых криминогенных столиц мира в музей образцовых городских решений. Я много раз был в Москве, и раньше мне бросалось в глаза, что приоритет здесь отдаётся машинам. Они заполняли собой все общественные места. Пешеходам просто некуда было деться. Сейчас уважение города к человеку растёт. А это значит, общество становится счастливее, и оно будет стараться развивать место, в котором живёт. Гонка за лучшими проектами зданий и ландшафтных решений создала спрос на звёздную архитектуру. Привлечение Нормана Фостера или Рэма Колхаса стало вопросом национального престижа. Появился даже феномен старкитектов. Звёздные интервенции должны подвергаться критическому осмыслению, говорят эксперты. Особенно если работать предстоит в исторической среде. Архитекторы должны понимать местные культурные коды. Культурное наследие — это часть нашей коллективной памяти. Но при этом мы должны дать мегаполисам возможность развиваться, не превращая их в города-музеи. Как без разрушения аутентичности адаптировать исторические здания к современным потребностям жителей? Это мы и должны выяснить на опыте разных стран. Остановить развитие города, в том числе и по вертикали, сегодня невозможно, говорят специалисты. И советуют обратиться к теме антропологии, то есть увидеть общие эволюции города и живых организмов. Прямо сейчас где-то заливается очередной этаж непоскрёба. Высотный образ жизни — одна из тем дискуссии форума. Самые успешные города, мегаполисы, которые в любых рейтингах будут формировать топ 5 или топ 10, мы видим, что это всё-таки высотная интенсивная застройка. Всё-таки города идут энергично наверх, и я на сегодняшний день, честно говоря, не вижу альтернатив этому пути. Есть исключение сплотной застройкой исторической, например, Лондон или Париж. Но даже они все так или иначе приходят и к высотной застройке в том числе. Шведский город Мальмё превращается в эко-оазис. В Тихом океане планируют построить автономный плавучий город. Саудовская Аравия приступила к созданию линейного мегаполиса с подземной инфраструктурой. Какой он идеальный город будущего? Сценариев много, но путь к ним один. Город — суперзвезда. Адаптивный, отзывчивый и обращённый к человеку. Алья Шерифулина, Дмитрий Яковлев, Новости культуры. Торжественное открытие культурно-просветительского центра «Эрмитаж Урал» прошло в Екатеринбурге в формате телемоста. На церемонии присутствовала министр культуры Ольга Любимова. А из Петербурга с приветственным словом к участникам обратился директор «Эрмитажа» Михаил Петровский. Центр «Эрмитаж Урал» — это блестящий образец такого музейного сотрудничества, нового совершенно типа, сотрудничества между регионами. «Эрмитаж» привозит сюда свой бренд, своё имя, свои традиции. Чтобы этот бренд, чтобы это имя, традиции достойно звучали, мы вместе с Екатеринбургом создаём содержание. Содержание — это потрясающие выставки, лекции, мастер-классы и так далее. Первый выставочный проект в центре «Эрмитаж Урал» — экспозиция от романтизма к импрессионизму. Она представляет французскую живопись и скульптуру XIX века из Петербургского собрания. Уральский филиал — первый спутник «Эрмитажа» с собственным центром хранения и реставрации. Фонда хранилища начнёт работу уже этим летом. Дата открытия центра выбрана не случайно. Именно 1 июля 1941 года из Ленинграда в Свердловск пришёл первый эшелон с эвакуированными коллекциями. Все, кто занимались реставрацией, продолжали заниматься реставрацией. Все, кто занимались наукой, продолжали заниматься наукой, потому что она тоже не должна была стоять на месте, несмотря на патовую ситуацию, в которой тогда находились люди по всей стране. Огромные слова благодарности и память тем в наших сердцах, кто был способен на этот подвиг и кто его совершил. Большой театр выпускает мировую премьеру балета «Чайка». Это не первое хореографическое переосмысление пьесы Чехова, но для новой постановки были специально написаны музыка или бретта. Результат уже оценила Елена Ворошилова. Вырванные с корнем деревья, разбросанные из тагасена, белый квадрат, трансформирующийся то в театр, то в усадьбу. Сценограф Том Пай, любимчик Бродвея, на счету которого 11 фильмов и длинный список опер, в балете «Новичок». В большом у него дебют. Мне хотелось бы придумать декорации, которые были бы на грани между балетным и драматическим спектаклем. От идеи до воплощения ушел год. Это немного, учитывая масштабы спектакля. Хореограф Юрий Посохов и режиссер Александр Молочников придумали для героев Чехова новую балетную реальность. Мне кажется, то, что мы не цеплялись за реплики, не пытались проиллюстрировать каждую реплику Чехова, это правильно. И мы оставили только какие-то важные для нас события, какие-то мы додумали. Нужны новые формы, слоган новой чайки. Эти формы у тандема посохов-молочников рождались в столкновении, конфликтах и спорах. Я думал, что будет у нас, спектакль будет создан на таком противодействии, в борьбе и так далее. Это было. Но мы были на одной стезе. Мы сейчас понимаем, что мы вообще на одной волне. Герой чайки из 90-х. Аркадина, прима-балерина. Амбициозно, красиво, умна. Про таких говорят сильная женщина. Светлана Захарова пока еще в поиске образа. До конца не знает, какая ее Аркадина. Мне кажется, я ее еще изучаю. Я ее еще начинаю только чувствовать, ощущать. Только когда я надела костюмы, сделала грим, прическу. Только когда мы начали выходить на сцену, вот здесь уже образы стали рождаться. Такого треплева у Чехова точно не было. Тату и ракет с кожаной косухой. Он постоянно в конфликте со своей звездной матерью, в вечном поиске любви и самовыражения. И единственный, кто останется до конца верен себе. Он со своим гением живет. И этот гений с ним и умрет. Потому что за всеми этими татуировками, вот этими глазами, которые с муки айс, все равно есть душа, есть художник. Композитор Илья Димонский не стал фанатично погружаться в мир Чехова, не иллюстрировал пьесу, создавал свое. Третья постановка с Посоковым развязала руки. На сцене появился гонг. Гонг, как ни странно, каждый раз изумляет и удивляет. Там невозможно всегда одинаково из него извлечь звучание. Премьера «Чайки под занавес» такого сезона вдохновила всю труппу. В большом надеются, что «Чайку» зритель полюбит, и она останется здесь надолго. Елена Ворошилова, Александр Садульский, Александр Подкоха. Новости культуры. Красный сад. Выставка современной скульптуры. Разместилась прямо на Красной площади у стен Гума. Это часть программы фестиваля искусств «Черешневый лес». Арт-объекты российских художников осмотрела Ксения Егорова. Высадка цветов, окончательное уже, так сказать, оформление этого сада прекрасного, который появился на Красной площади. Импровизированный сад, который своими руками творят художники. Лишь часть оформления для современных скульптур. Всего их восемь, и выросли они прямо на кромке Красной площади, напротив мавзолея. Аристаш Чернышов, например, представил голову Александра Македонского, но со значком «Загрузки» вместо лица. Этот значок, он вообще является таким символом нашего времени, потому что все находятся в ожидании чего-то, либо в ожидании окончания загрузки, либо в ожидании каких-то новых сверхъестественных научных открытий, которые спасут мир. А вот эти заросли уже по достоинству оценили дети. Современные арт-объекты можно и нужно трогать, толкать и сдвигать. Василиса Прокопчук и Евгений Брагин свою непроходимую чащу придумали для архстояния. Ничего-то нет плохого, если этот город уже старый, со своей историей, со своими традициями, получит вот такой новый объект и тем самым получит некую свежую кровь и новую жизнь. Патриарх архстояния из деревни Николы Ленивец для этой выставки под открытым небом соорудил классическую античную колонну, но из кустарника, обильно произрастающего у художника в деревне. Тут никакого музейного пафоса, только ирония. Это приятно, что абсолютно такая тихая русская деревня становится чем-то значимым. И жители её тоже приподнимаются. То есть мы этим хотим показать какой-то пример всем остальным деревням, что можно. Рабочая женщина, что держит небо, занимается ткачеством в том числе человеческих судеб. Вот образ, который вдохновил Дмитрий Аске. Его работа после стояния у ГУМа переедет на ткацкую мануфактуру в Калужскую область. Женщина, которая держит небосвод, опять же, там всякие отсылки к древней мифологии. В современном для меня прочтении скульптура говорит о том, что в целом на женщинах очень много в этом мире держится. У всех этих современных арт-объектов, похоже, намечается насыщенная будущая жизнь. Ведь для этого скульптура будущего и предназначена. Выстраиваться в городскую, деревенскую и производственную среду и делать её, если не лучше, то совсем иной. Хотя бы до конца лета. Ксения Горова, Александр Садольский, Новости культуры. 4 июля исполнится 5 лет, как ушёл из жизни классик мирового кино иранский режиссёр Аббаски Арастами. Память о мастере, ретроспективы его фильмов проходят в Париже, в центре Помпиду и в Москве, в летнем кинотеатре Музея Гараж. Станислав Анисимов расскажет подробнее. Магия кино и никакого мошенничества. Фильм буквально создают на глазах зрителя. Взгляд Аббаса Аббаса Арастами отстранённый. Поэтому на экране часто можно увидеть съёмочную группу. Аббас Арастами представитель иранской новой волны. Он не раз сам появлялся в своих картинах, а их у него более 50. Но никогда прямо не высказывал свою авторскую позицию. Вот это взаимодействие, пересечение, переплетение трёх человеческих взглядов, которые абсолютно равны взгляда режиссёрского, взгляда героя и взряда зрителя, образует такую, можно сказать, метафизическую драматургию его фильмов. Крупный план. История мошенника-киномана Хосейна Сабзиана, выдающего себя за известного режиссёра Максена Махмальбафа. Арастами пригласил на все роли реальных участников этой истории, произошедшей в Иране в конце 80-х. Кино и жизнь пересеклись в неожиданном финале. Режиссёр устраивает встречу главного героя с Максеном Махмальбафом. Вернер Херцог, посмотрев эту ленту, сказал, «Мы живём век Киарастами, просто ещё не знаем этого». Для Киарастами кино является одновременно непосредственным продолжением жизни, а жизнь является непосредственным продолжением кино. И не случайно наша ретроспектива называется «Аббас Киарастами, кино и ничего больше». Поэтичные пейзажи и простые сюжеты. В ленте «Где дом друга» главный герой ищет дом своего одноклассника в соседней деревне, чтобы отдать тому рабочую тетрадь. «Детьми невозможно управлять, поэтому они самые лучшие актёры», — говорил Аббас Киарастами. На площадке он предпочитал работать с непрофессионалами, всегда давал актёру свободу для самовыражения. Так его фильмы становились более эмоциональными. «Это кино ещё, мне кажется, доступно очень широкой аудитории, потому что оно всегда рассказывает о человеке. Действительно, человек находится в центре вселенной Киарастами. Это фильмы о движении человеческой жизни, о человеческом пути, о поиске». Кино начинается с Гриффита и заканчивается Киарастами, — говорит Джан-Люк Гадар. Со смертью режиссёра в 2016 году мир потерял одного из самых самобытных авторов, снимавших фильмы на грани иллюзии и подлинной реальности. Станислав Анисимов, Анастасия Васильева, Новости культуры. Сегодня гостем программы «Главная роль» станет солист оперной труппы Мариинского театра Сергей Скороходов. Он подробно расскажет о премьере оперы Вагнера «Тангейзер» и оперетте Штрауса «Летучая мышь». Смотрите в 19.45. Наш выпуск завершён. До встречи в 23.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова